Друзья, всем привет! Я хочу сказать в первую очередь огромное спасибо за поздравления, очень большое спасибо, я вас всех крепко обнимаю. Да, такое видео я хотела создать, я хотела этот шарик, и вы знаете, реально люди, которые уже рожали не один раз, они тоже довольны таким праздником, гендерпати, вы не представляете, насколько это волнительно, то есть это у меня, наверное, единственный раз в жизни, вот я так не то что волновалась, а был эмоциональный такой выброс какой-то, вот первый раз в жизни, наверное, это у меня, такие эмоции, по которым вам могло показаться, что я вообще не рада, что у нас мальчик, на самом деле это не так. Юра, конечно, тоже я в шоке пересматривала, как он радовался, эти шарики грыз от радости, на самом деле вы знаете, что, ну, мне кажется, вот для каждого, не важно, кто мальчик или девочка, главное, чтобы ребёночек был здоровый, главное, чтобы всё в будущем жизни у него сложилось. Я, по правде, если сказать, знаете, вот в детстве все играли в дочки-матери, и все когда-то говорили вслух, кого они хотят. Так вот, с самого раннего детства я, когда играла ещё в куклы, я всегда хотела сыночка. Потом как-то вот сейчас гормонально меня переклинило на девочку, наверное, из-за того, что я была так всю жизнь настроена на сыночка, чтобы не быть расстроенной, что ли, и я начала переключать себя на девочку, плюс эти, знаете, разные неприметы. Ну, как-то вот я очень сильно начала вестись, и нравится мне начал цвет розовый, я более чистоплотная стала какая-то, и мне казалось, что будет девочка. И плюс ещё, конечно же, к этому всему, а можно сказать, только это и дало такой толчок, мне подумать, что будет точно девочка, потому что, когда занесли шарик, я думаю, да зачем ему лопать там точно розовые шарики? Это я так себя настроила, понимаете? Потому что на УЗИ я увидела половые органы, вот, именно как вот, знаете, разбирают мальчик-девочка, так я вроде увидела, ну, что это девочка. И оно мне так вот в голове засело. Для меня, конечно же, это был невероятный приятный сюрприз. Я уверена, что, ну, уже сколько было УЗИ, уверена, что это не ошибка, потому что доктор у нас очень хороший, к нему за месяц нужно записываться. Он не просто УЗИст, он именно генетик и реально толковый мужичок. Я думаю, что он там всё увидел верно, потому что я уже накупила много голубых-синих вещей. Так что я была, знаете, ну, не то, что недовольна, там, какая-то расстроена. Я была в таком шоке, что, ну, просто у меня в глазах я даже не видела эти шарики, когда они лопнули, поэтому у меня такая вот заторможенная реакция произошла. И, конечно же, вот мальчик-девочка, ну, реально не важно, вот реально не важно, потому что это будет наш человечек, который мы создали. Боже, это вообще мне до сих пор в голове не укладывается, как это, как это, вообще как это всё. Вот такие вот дела. На эмоциях до сих пор я два дня лежала просто из-за этого выброса, знаете, энергии, такой радости, прям вообще у меня столько было, фух, эмоций. Я два дня лежала, просто отдыхала, потому что не было сил ни на что другое. Я рада, что собрались все мои, да, сейчас близкие. Есть близкие, которые, конечно, на расстоянии. Им передаю огромный привет, тоже всех крепко обнимаю. Я знаю, что вы тоже за меня очень сильно рады, за нас с Юрой рады. Мы вот новый этап начинаем с Юрой переживать. И, блин, это так прекрасно, я вам не могу передать. Сегодня я записываю такую вставочку, не просто так, у меня сегодня ровно 25 недель, чувствую себя замечательно. А я сдала анализы второго триместра, они все хорошие, ожидаю только результат на глюкозу, но уверена, что у меня с сахаром тоже проблем нет. Вы знаете, я на днях с мамой ездила уже по магазинам, прицениться что, почем, где, как, что предлагает рынок. Конечно же, также мониторю онлайн, много чего. И уже потихоньку начинаем покупать. Почему, объясню, потому что это не так супер, можно сказать, заметно накладно, что ли. Я уже заказала часть в сумке в роддом. Тоже покажу, скорее всего, уже, ну вот, или в этом, или в следующем влоге. Потихоньку-потихоньку мы уже подготавливаемся, потому что время невероятно быстро летит. Только вот недавно в отпуск с Юркой ездили, а уже, ну, уже скоро рожать, почти скоро рожать. Вот, конечно, животик растет, активно толкается. Даже, знаете, стараюсь уже снять, как он толкается, свой животик, видео, какие-то фото в этом периоде, потому что я провтыкала, я просто была вся в моменте, можно так сказать, да, вся в моменте, как в песне поется. И я не снимала, у меня нет, не будет коллажа, там, знаете, один, месяц второй, месяц третий. Я не фотографировала себя, не снимала себя толком. Только вот то, что я в влоге про беременность, у меня были силы сесть рассказать, да, о своем самочувствии. Это очень ценные видео. Я очень рада, что я ими поделилась, и я их сохраню обязательно на отдельный источник, чтобы потом в будущем это можно было посмотреть, конечно же, и показать ребеночку. А сейчас я вас приглашаю со мной вместе с мамой пройтись по магазинам. Вообще попалась такая замечательная погода, и посмотреть, что мне нравится, на что я обращаю внимание, и на чем, возможно, даже остановилась. Еще раз всем большое спасибо, приятного просмотра. Доброе утро, ребята. Мой влог начинается с моего любимого парка. Я сейчас то, что возле Братиславы. Девочки, не поверите, забыла название. Ой, конечно, через пару минут вспомню. Иду, топаю к маме на встречу, идем мы с ней по магазинам, смотреть, что почем. Касаемо колясок, кроваток, всего. Можно, смотрите, даже в такую погоду замечательно. Обожаю здесь отдыхать. Я вам всем желаю хорошего настроения и приятного просмотра влога. Мы решили с ней поехать, заехать сначала в детский мир, в этот словесный. Сейчас покон веков он стоял и стоит. Какие там цены, не знаю, но знаешь, что-то все равно дороже, чем в интернете. Что я хочу? Я хочу потрогать, пощупать, посмотреть. Возможно, буду в магазине покупать потом, попозже, конечно же, не сейчас. Ну, а скорее всего, будем заказывать, потому что онлайн всегда можно найти дешевле. Плюс, я думаю, что все-таки оплаты чистами будет удобно. Не сразу всю сумму вывалить, потому что кроватка и коляска это уже около 25 тысяч примерно. Комод пока что еще дома освободил. Оказывается, мне много чего лишнего. В квартире было, освободила, выбросила на мусор. Где-то 5 пакетов собрала. Эти коробки от старых разных штук, допустим, от колонки. Я сегодня буду ее продавать, поэтому коробочку выбросила от часов тоже. Но пособирала. Вот. Я иду как Катечка уже. Неужели так рано начинаю уже переваливаться? Я бандаж забыла надеть с бандажом. Кстати, купила бандаж, дома покажу. Очень удобно. Очень удобно. Я думала, все это понты. На самом деле, очень удобно. И забыла, блин. Ну, погода сегодня намного лучше, чем вчера, потому что вчера у нас был дождь. Смотрите, какая площадь. Парк Перемога. Парк Победы. Братислава. Интурист. Так, сейчас будем переходить дорогу и мамульку искать на той стороне. Мамулька моя, смотрите. Это и во влоге, и в Инстаграм. Спасибо большое. Ману, это вообще жирно. Где-то нашла? Темная дарница. Офигеть, спасибо большое. Люблю я их. Что, только второй этаж выделили? Ага, всякое есть. Знаете, даже не поснимала ничего. Нечего снимать, фотки вставлю. Я пока между круглой кроваткой и прямоугольной. Прямоугольная деселя. Тоже до трех лет нормально, кажется. Сейчас на второй этаж. Вот это вот все. В принципе, больше ничего нет на втором этаже. Такой этаж большой, а толку вообще мало. Короче, уже не тот дом, детский дом. Так, мы приехали в Мамалюк. Популярный, известный магазин в Киеве. Колясок и всего. На Отрадном, да, примерно. Кирилловская церковь тут где. Короче. Вот, огромное белое здание. Сейчас. Торговый дом. Вот, next. Очень классная вообще. И здесь так вот открывается сеточка. Ну, блин, я ее еще до беременности полюбила. Вот эта вот литая форма. Девочки, не отговаривайте, потому что, блин, много хороших отзывов. И мне прям, я беру ее в руки и прям влюбляюсь. И цена приятная. Это не 30 тысяч, это 11 с половиной. Так, я говорю, она одной рукой не качается, не накачанная. А мне вот такая хорошая тоже. Симпатичная именно по дизайну. Мне нравится. Я понимаю, что функционал тоже важный. Я обращаю на это внимание. Но я вам говорю про дизайн, конечно же, в первую очередь. Потому что это классная тоже. Амортизаторы. В принципе, блин, цена приятная. 13 600. Прям с конвертиком там. У меня Ева просто, мы уже передумали. Комбинированную будем брать, потому что Ева будет царапать, наверное, прыгнет. Вот тут дешевая ткань очень. Такая некачественная. Так, колясок, конечно, полно. Мамалюк. Это вот очень прикольно. Енотики. Это постельное белье полностью, да? Бортики, все там. Одеялки. Такие красивые есть. Сколько всего, да? Сейчас насыли. За кроваткой мне нравится. 3 800. Это без матраса, если. Вот. Эту часть можно не устанавливать, если кровать, а подставлять. Или можно вот регулировать самостоятельно, еще проделать отверстия, низ и выше. Класс. А балдахин есть, который вот здесь крепится, именно у сголовья. И все. А ну-ка, вот поднимается, опускается. Замечательно. И тут уже регулирую сама себе лабели. Можно ниже и выше. Муж просверлить там, где надо. Блин, короче, я не знаю, но мне как-то, знаете, вот 1700 очень даже нравится. Я не хочу. Можно просто хорошо не экономить на матрасе тогда. И какие-то постельное белье, да. А то, что кровать. Это просто, я не знаю, это круглое, дробло. Ну, блин, оно сейчас еще и у всех, понимаешь? Вот. Отдельно матрасы вот тоже есть. Две, две, семьи. Это кроватка. Ну да, будем смотреть. Просто надо спросить, может новая есть, не с витрины, то пусть даже дороже на две тысячи. Станишки я купила, но больше, наверное, надо. Там уже по списку в роддом буду собирать уже попозже. Смотрите, набрали. Пеленки непромокашки, две штуки. Смотрите, какие красивые зайки. Вообще. Динозаврики. Что тебе нравится? Нет, из одежки пока ничего, мама. Пока это ничего не надо. Я скупила партию. Это нам надо такой? Это муслиновые пеленочки. Бамбуковые. А, бамбуковые. Мы с мамой пришли поесть пасты в нашу любимую кофе. Боже, как тут уютно? Или малина, да. Как тут уютно. Заказали и пиццу, и все. Пиццу я уже не помню какую. Барбекю, да, заказала, по-моему? Вот. Такую вкусняшечку. А это, кстати, все бесплатно. Это у меня есть приложение, и там ты когда заказываешь, там бонусы какие-то приходят. Только сделали. Коришка немножко проголодалась. Так, чуть-чуть. Мама тоже. Топчем. Блин, такой дождь. Пошел. Так мы сейчас туда зайдем под этот. Солнце светит, дождь идет. Такая погода интересная. И свет такой оранжевый немножко. Всем приветики. Я еду в гости Крис. Как раз там ком приехал. Андрей, с которым я окрестила Ми. Куплю тортик. Покажу вам вкуснейший торт, который я только вообще торты не люблю. Вы знаете торты. А этот самый вкусный. Этого девчонки в Сельфо продается. Спартак называется. Очень вкусный. Рекомендую. Прям попробуйте. Вот две штучки. 86 гривен стоит. Но он того стоит. По вкусу мне, конечно, картошку напоминает. Надо посадить все, что я съела. Да. У меня уже, походу, голова скурена. Ну все, останавливай. Меня тоже закачает. Мы только катаемся. Точнее, меня катают. Мичка. У Мички только щека видно. И я. Я тоже катаю. Просто рано еще. Я всех детей катаю. И маленьких, и больших. Да. И еще. Ой, Крис, я уже стою. Да. Ой, я как вспомню. Качель у нас называется. Пролезь себе на клепочку. Да. Я как вспомню в школе. После уроков. Я никогда не катаюсь. И кто сильнее, и кто вылетит. Я такой славый. Я заливала. Пусть. Тошниловка мы ее называли. Пойдем на Тошниловку. Пойдем. Они только появились, эти новые. Поняла? Вот такие вот именно. И все. Они для моего. Продолжение следует...